Всем привет, передурки! У нас новый эфир, новое фейк-такси, и мы начинаем! Молодой, представьтесь, как вас зовут? А, что? Чё? Я говорю, как вас зовут? Да я тебя ебать не вложу, да. Как меня зовут, блядь? Я наху сам прихожу, блядь. Сколько бы ты отдал, чтобы трахнуть Анжелину Джоли? Блядь, это, конечно, вопрос статуса, блядь. Ну, типа, кто такая Анжелина Джоли, а кто я, конечно. Бля, ну, смотри, рублей, наверное, может, 500. Так, на метро, чтобы, типа, 5-2, если работать, то это, получается, на метро 500 рублей. Сейчас, кстати, метро 150 рублей за один этот проезд. И я, наверное, буду подписывать петицию, потому что это слишком-то хуя. Вот. А вообще... Блядь, ну, вообще, честно, за сколько бы я бы трахнул, Анжелину Джоли. Блядь, я бы ее за бесплатно бы, ну, конечно, такая мюфа, блядь, что бы хули. Вот. Привет, тебе передавайте. Если бы вам предложили 1 миллион рублей, вы бы купили его за 2 миллиона рублей? Я считаю, что это достаточно невъебические вложения. То есть, ну, блядь, типа, купить 1 миллион рублей... Чё? Купить 1 миллион рублей за 2 миллиона рублей? Да? Да! Хуй ты орешь, блядь. Я бы согласился, я считаю. Ну, а вообще... Я считаю... Я бы купил бы себе Лифан, наверное. Вот. Лифан. Причем взял бы, наверное, его у хозяина, блядь, этого ебаного канала. Ну, что, блядь, тут такова история, что, блядь, фейк такси. А вы знаете еще, кстати, где фейк такси происходит? Ай-яй-яй-яй-яй, ребята... Если бы обезьяна начала разговаривать, какое бы первое слово она бы вам сказала бы? Я нихуя не понял, но... Вопрос, конечно, такой. У ебанских, я не буду на него отвечать, он очень провокационный достаточно для меня. Я вам расскажу, где я смотрю порнуху. В общем-то, смотрите, заходите в ВК, заходите в видео, пишите порн. Убирайте безопасный поиск. И, блядь, пошло-поехало. Мозоли, блядь, будут вас мучить, ребятки. Я вам говорю, блядь. Хо-хо-хо-хо. Когда лает собака? Что она чувствует во время проникновения? Блядь, ну смотри, ну по своим, скажем так, по своему опыту скажу. Ага. Когда лает собака, когда ее ебут в жопу. Я, во-первых, считаю то, что этот вопрос неправильно поставлен, потому что это речевая ошибка, потому что в данном приложении используется одно и то же слово, когда. Что лучше, сосать или глотать? Похоже, у меня-то этот вопрос спрашивайте, блядь, я-то откуда знаю. Я что, сосал, что ли? Да, нет. Если бы у рыб были ноги, вы бы испугались пауков? Иди нахуй, дура, блядь. Да? Я вас слушаю. Какой еще раз вопрос повторить, пожалуйста, а то я ни разу не расслышал. Ни раз услышал. Ну, блядь, ну скажи ты что-нибудь, ведущий, ебаный. Если бы у рыб были ноги, когда бы вы увидели пауков, вы бы сильно испугались? Во-первых, чего, блядь? Во-вторых, наверное, да. Когда девушка нервничает, у нее идет кровь из разных мест. А что идет у вас из ушей, когда вы нервничаете? Бля, я... Хочу сказать одно, ребят. Все быть может, но быть может только то не может быть, что быть может быть, не может, остальное может быть. И последний, исторический вопрос. В каком году появилась первая проститутка? Если бы, конечно, это были не вы. Я проебал вопрос, товарищ интервьюер. В каком году появилась первая проститутка? Вчера. Ладно, нет. Я немножко погорячился. Я считаю, что первая проститутка... А, я, кстати, да, я даже изучал историю одной проститутки, которая появилась впервые. Если я не ошибаюсь. Я зовут Олег Воробьев, владелец канала Олег Воробьев. Или, блядь. Ну, он еще фейк-такси снимает, знаете, типа вот этот вот, который еще говорит, типа с экспрессией, как будто орет на кого-то. Но это... 2002 год. И напоследок задайте вопрос нашим подписчикам. А, дайте подумать, блядь, значит, какой вопрос я бы задал своим подписчикам. Почему женщины порой так поступают с мужчинами? Пишите ваш ответ в комментариях. Ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Всем спасибо, всем пока.